На предыдущем этапе 12 командам юных пожарных спасателей, вышедших в финал, предстояло соревноваться в спортивных состязаниях. 5 апреля дружинами была пройдена станция переправы, даны ответы на вопросы по первой медицинской помощи и выполнены задания по туризму. Сегодня же ребята состязались в творческой ступени фестиваля. В виде КВН с визитной карточкой и домашним заданием уже 9 команд представляли свои знания и умения в пожарном деле. Все подчинено одной главной цели – это умение жить безопасно. Ребята должны научиться этому сами, поскольку они являются дружиной юных пожарных, которые работают в школе. И, конечно, передать эти свои полученные знания своим сверстникам и младшим ребятам в школе. Оценивать юных конкурсантов предстояло профессиональному жюри, членами которого выступили представители управления образования и науки, медицинские работники и сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Говорят, уровень подготовки учащихся достаточно высокий, выбор будет сложный. Для чего этот конкурс проводится? Для популяризации профессии спасателя. И сегодня, насколько близко это будет к профессии, насколько они смогут привлечь своих сверстников, молодежь к этой профессии. Ну и, конечно же, юмор по этим критериям будет оцениваться. Девиз всех юных дружин пожарных спасателей – не останавливаться ни перед чем. Члены команд говорят, за время фестиваля ознакомились со всеми правилами поведения в экстремальных ситуациях и научились оказывать первую помощь. Теперь в юмористической и игровой форме хотят поделиться знаниями с окружающими. Мы сегодня будем представлять юмористическую сценку, постановку, связанную с тематикой МЧС, работой, как МЧС борется против пожаров и других несчастей. Работник МЧС – это очень отважная профессия. И мы чтим, уважаем эту профессию. Поэтому мы хотим показать, насколько она важна. Будем показывать очень интересные представления, маленькие сценки танцевальные на тему, как обращаться с огнем, с огнетушителем. И этим мы хотим показать, как правильно пользоваться этим. И если возникнет пожар, куда надо звонить и что надо делать. Победителем городского фестиваля дружин юных пожарных спасателей стала команда школы номер 26. Теперь ребятам предстоит отправиться на всеукраинские соревнования, которые пройдут летом. Наталья Двутина, Денис Александрович. Программа «Наше время».